Сергей Чехович, в рамках фестиваля видные ученые будут серьезно обсуждать проблемы, которые сегодня накопились в системе образования. Что могут наблюдать простые граждане? Все хотят, чтобы любой ребенок в семье получил образование. Но очень много информации об изменениях в системе образования. Вот по последним это заявление о том, что школы должны вынуждены зарабатывать сами, происходит повсеместное сокращение бюджетных мест, и люди уже переживают и волнуются. А не произойдет ли так, что постепенно с годами система бесплатного получения образования за счет бюджета, она свернется и надо будет платить за все. Вот с бюджетными местами как? Я могу подтвердить и соглашусь с вами то, что надо сегодня зарабатывать деньги. Высшие учебные заведения особенно должны получать. Должны зарабатывать деньги не за счет, конечно, абитуриентов. Это должна быть поддержка производства. Это заводы, фабрики, малые предприятия, агропромиссионный комплекс. Они должны сегодня поддержать. Такую задачу сегодня ставит правительство и президент, и премьер. Но я верю президенту, который недавно сказал в эфир, что бюджетное образование у нас в России остается. То есть это бесплатное образование, потому что сама система сегодня еще не готова для того, чтобы мы могли перейти полностью платной основой обучения. Производство сегодня не имеет свободные средства, потому что после особенно этого кризиса, который мы очень не любим, не имеет возможности для того, чтобы платить деньги за своего специалиста. Готовит. Но они должны принимать. В принципе, некоторые движения вперед есть. Некоторые предприятия уже идут в высшие учебные заведения. Это очень хорошо. Мы имеем хорошие контакты сегодня. Это Росельмаш, Невс, Алкоя, это Белокалитвинский завод, Росвертол, Тагас и многие другие рубин, другие заводы мы имеем прямые контакты. Мы для них сегодня, в принципе, определили, кого им надо, кого мы им готовим. В принципе, мы готовим сегодня учебную программу по их заявкам и требованиям. Это очень важно. Вот сказать, что в ВУЗе достаточно бюджетных мест, чтобы покрыть потребности тех детей, у родителей которых нет денег заплатить за образование. Достаточно вот этих бюджетных мест? В прошлом году этого было достаточно. В этом году мы уже получили подтверждение, потому что в составе ДГТУ сегодня четыре колледжа. И бюджетные места, которые мы получили, получили хорошие места. Я думаю, что мы обеспечим желающих, которые захотят учиться в наших колледжах, это колледж, авиационный колледж, политический колледж Таганрогский, Азовский технологический и экономический колледж, которые находятся в ДГТУ, в принципе, имеем хорошие бюджетные места. Мы их приглашаем, мы обеспечим полностью. Это показатель того, что подтверждает, что бюджетные места будут, и они будут очень хорошие. В прошлом году мы имели достаточные бюджетные места. В этом году мы заявили, я думаю, что надеюсь, что мы получим, больше 2600 бюджетных мест, из них почти 80% это технические направления, я думаю, что туда могут поступать. Вот выбирая себе специальность, человек, если хочет найти себе работу, я думаю, что они поступят туда. Май этого года для Ростова богат событиями, и образовательные выставки проходят, и фестивали, и кроме того, саммит Россия-ЕС, и накануне саммита будут проводиться Дни Европы. Вот к этому событию у вас в УИИ приурочено тоже два события, да? У вас пройдет международная научно-практическая конференция, но я бы хотела остановиться на другом, на создании, открытии Болонского клуба. Вот что это за Болонский клуб? Мы в Донском госуниверситете открываем Болонский клуб. Болонский клуб сегодня дает нам возможность, и мы правильно пошли по этому пути, чтобы открыть обязательно у нас в университете. Это даст нам возможность приблизиться к европейскому образованию. В любом случае, сегодня или завтра нам все равно придется адаптировать наше образование к европейской части, потому что признание наших дипломов необходимо, потому что все равно молодежь движется в Европу, а не к нам. И если единая будет система образования, и Болонский клуб нам даст возможности, чтобы наши студенты совершенно спокойно могли учиться в европейских вузах, то есть наши учебные программы должны соответствовать и совпадать. Потому что мы направили наших студентов в прошлом году, и в этом году уже собираются выезжать туда, в связи с несовпадениями этих учебных программ, снова им приходится здесь переиздавать и доздавать некоторые предметы. Что это даст простому студенту? Это обмен во время учебного процесса, это двойной диплом, это возможность прикладной. Вы правильно сказали. Мы сегодня уже подготовили по трем направлениям подготовки, и три европейские такие вузы с нами имеют договора. Это самое главное продвижение сегодня идет, это испанские вузы. И двойное дипломирование, которое даст возможность нашему выпускнику работать в любом предприятии. Потому что этот человек владеет несколькими языками обязательно, иностранными. Ну, английский язык в первую очередь обязательно. И они, я думаю, что могут, имея два диплома, европейского и нашего, найти себе место работы. Мы с вами говорим сейчас о качестве образования, о новых тенденциях, которые, и о том, что делать для того, чтобы образование действительно было привлекательным. Но все мы были студентами. Вы были студентами, я была студенткой, я еще не успела забыть свои студенческие годы. И понимаешь, что для многих студенческие годы это лучшие годы в жизни. Ты думаешь не только о том, какое ты хочешь образование получить, и кем ты хочешь стать в жизни, но еще и о том, чтобы это для тебя была насыщенная студенческая жизнь. Вот как с этим в вашем университете? Я думаю, что я как ректор стараюсь, и все сотрудники Донского госсуниверситета делают все возможное, даже невозможное. Иногда, потому что у нас сегодня большого зала нет, мы строим большой актовый зал, и я думаю, что мы завершим строительство, к 2011 году мы запустим, там 1500 мест будет в этом зале, большой клуб строим, но мы все равно мероприятия проводим. И вчера мы подвели итоги конкурса «Весна», и там участвовали столько студентов, что у нас места не хватало, что мы проводим мероприятия. Я еще раз убедился, что мы правильно делаем эти мероприятия, мы правильно привлекаем всех желающих, ну я думаю, что желающие все, если мы правильно организуем работу со студентами, чтобы они в это время, когда они выступают, танцуют, поют и делают все то, что необходимо сегодня для молодого человека, для того, чтобы он знал, что он делает, не только знание, то есть он и культуру, и образование, и спорт получает в полном объеме в нашем университете. Я хочу это сказать, еще раз подчеркиваю, в полном объеме. Я живу этой жизнью и своим сотрудникам говорю, надо сегодня делать все возможное, чтобы наши студенты именно находились здесь, не на улице. Спасибо большое, я вас еще раз поздравляю с днем рождения ВУЗа, с юбилеем, я знаю, что празднество у вас будет проходить осенью, вот я вам желаю, чтобы вы на этих празднествах увидели, как выпускники гордятся своим ВУЗом, которые соберутся, которые учились в этом ВУЗе и расскажут тем, кто будет только начинать свое дело и начинать учиться в вашем ВУЗе. Спасибо большое за то, что пришли в эфир. Спасибо вам за то, что пригласили и дали нам возможность сегодня выступить здесь. Еще раз приглашаю, раз вы сказали, что осенью это будет, 14 октября мы будем праздновать наш большой праздник, мы туда приглашаем всех наших выпускников, именитых, знаменитых и всех-всех-всех. Еще раз праздником нашим сотрудникам, студентам. Желаю вам всего доброго. Спасибо вам. Большое спасибо. На этом Вести интервью завершено. Эфир российского информационного канала «Россия-24» продолжается. Оставайтесь с нами.